Привет! Добро пожаловать на канал История с Айторами. Сегодня я расскажу про испанцев, которые воевали в блокаде Ленинграда. Испанское государство не принимало участие во Второй мировой войне, но было много испанцев, которые по разным причинам и обстоятельствам решили все оторвши и вступить в войну, в том числе на Восточном фронте. Но за кого они воевали? С одной стороны, после окончания Испанской гражданской войны победитель Франко был в долгах перед Гитлером, который помог ему очень сильно в победе над испанскими республиканцами. Однако Франко не хотел официально участвовать во Второй мировой войне, и поэтому он собрал так называемую дивизию испанских добровольцев. Дивизия эта состояла из 18 тысяч человек, около 70% которых были профессиональными военными. Но были еще и фалангисты, то есть члены единственной легальной политической партии при Франко, и монархисты, и дальше республиканцы, которые были намерены получить смягчение наказаний от власти. 18 июля 1941 года дивизия приехала в Германию, в Мюнхен. Там они научились воевать внутри вермахта. Под мундир члены дивизии всегда одевали синюю рубашку фалангистов, и поэтому немцы стали их называть синей дивизией. Они потом поехали на Восточный фронт, к Москве, но когда они были уже недалеко от столицы Советского Союза, они были переназначены на север, в Ленинград, держать блокаду. Они пришли в Ленинград в октябре 1941 года, вскоре после начала блокады. Вначале количество испанцев, которые хотели присоединиться к дивизии, было огромным. Однако в июне 1942 года приехали первые подкрепления из Испании, и многие вернулись домой. И то, что они рассказывали своим соотечественникам про войну, про Симу, демотивировало их. Самой известной битвой испанских добровольцев была Красноборгская операция. В начале февраля 1943 года испанцы стерживали движение советских войск, и это привело к большим потерям в советских рядах. Немцы считали испанцев очень храбрыми, но недисциплинированными. Однако в октябре 1943 года Гитлер начал потерять свои позиции, и Германия перешла от нападения к Сашите. Поэтому Франко перестал поддерживать его. Большинство испанских добровольцев вернулись тогда домой. А теперь вернемся в испанскую гражданскую войну. В это время Советский Союз вместе с другими государствами эвакуировало детей испанских республиканцев. Советским Союзом всего были организованы четыре экспедиции. Первая в апреле 1937 года, последняя в ноябре 1938. Вначале они думали, что война скоро закончится, что республиканцы победят, и что скоро вернутся домой. Однако результат войны был не тот. И многие оставались в Советском Союзе даже 20 лет. Когда Вторая мировая началась, в Советском Союзе было около 3000 испанских иммигрантов. Многие из них так называемые «дети войны». В июне 1941 года 74 молодых испанцев записались в Ленинградскую армию народного опольщения. Многие прибавляли себе лет, потому что их еще не было в семнадцатые. Неизвестно и очень сложно определить, сколько испанцев участвовали в рабоче-грестьянской красной армии. Некоторые исследователи говорят, что их было семьсот, другие – тысяча семьсот. Самых молодых отправили в тыль, чтобы заниматься саботажем, особенно на железных дорогах. Многие тоже воевали в Карелии против финнов, чтобы защищать дорогу жизни, которая связывала блокадный Ленинград со страной. Но были еще и испанские республиканцы-летчики в рядах советских военно-воздушных сил. После поражения в испанской гражданской войне они переехали в Советский Союз и сначала учили в военных училищах, а потом в конце 41-го года они отправились на фронт. Больше всего испанских летчиков было в 439-м истребительном авиационном полку. В 481-м истребительном авиационном полку слушал летчик Хошемария Браво, который в 43-м году сопровождал самолет Сталина на Тигранскую конференцию. На этой конференции Сталин вместе с Черчиллем и Рузвельтом разработали окончательную стратегию против Гитлера. Летчики, которые сопровождали Сталина, были награждены. На самом деле, многие испанцы были награждены медалями за оборону Москвы, за оборону Ленинграда, за взятие Берлина и орденами Красной Звезды Отечественной войны и дальше медалью Героя Советского Союза. Именно этой последней медалью был награжден Рубен Руиз Иварури, сын деятеля испанского и международного коммунистического движения Долори Шиварури, Ла Пашинария, которая тоже переехала в Советский Союз в 1939 году. На основе этих событий был снят несколько лет назад фильм «Испанец». Оставляю ссылку в описании этого видео и рекомендую к просмотру. Считается, что около 800 испанцев погибли, защищая Советский Союз. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Ясно, что испанцы принимали шивое участие в локаде Ленинграда с обоих сторон. Вы знали, что не буду об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В следующем видео я расскажу про первого бурбона на французском престоле. Не пропустите. Обязательно подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. До скорого!